Мы с героем сейчас сделаем тест, как я уже обещала, ну и вы тоже возьмите листочек, возьмите ручку, и давайте будем отвечать на вопросы, утвердительно или отрицательно, да или нет. Пишите номер вопроса, да или нет, а затем мы с вами посчитаем. Итак, первый вопрос. Вы занимаете руководящую позицию на работе. Второй. Вы легко переезжаете на новое место. Отвечайте нам вслух, ладно? Да, конечно. Да, да. Итак, первое. Да, да. Третье. Хорошо знакомая работа вам быстро надоедает? Пожалуй, да. Да. Четыре. Вам нравится ухаживать за домашними животными? Нет. Пять. Вы любите, когда о вас заботятся? Да. Восемь. Вам необходимо внимание окружающих... Ой, шесть, простите. Вам необходимо внимание окружающих? Да. Семь. Вам нужно хорошо выглядеть? Нет. Ну, будем говорить, выглядеть так, как вы выглядите, да? Восемь. Вы любите возиться с детьми? Нет. Девять. Вы боитесь темноты? Нет. Десять. Вы предпочитаете ответственную работу? Да. Вот теперь давайте займемся подсчетом. Он такой будет немножко сложный, но не настолько сложный. Значит, если вы ответили положительно, да, на вопросы, один, пишем, один, два, три, пять и десять. Три, пять, да. И десять. То каждому этому вопросу прибавляем баллы. Значит, смотрим, что вы ответили и считаем. Два. Вы тоже, уважаемые телезрители, посчитайте сначала, совпадает или нет. Посчитали. Сколько? Пять баллов. Пять баллов. Теперь по одному баллу за отрицательные ответы на вопросы. Пишем вопросы. Четыре, шесть, семь, восемь, девять. То есть, если вы ответили нет на вопросы четыре, шесть, семь, восемь или девять, то мы тоже прибавляем по одному баллу. И дальше считаем общую сумму. У меня получается восемь баллов. Восемь баллов. Ну, вот у нашего героя получилось восемь баллов, и я зачитаю, что это означает. Ну, а у вас, уважаемые телезрители, может получиться своя цифра, и на экране вы увидите, прочитаете, что означают все или иные баллы. Восемь баллов. Итак, восемь, десять баллов. В вашем характере ярко выражены традиционные мужские черты. Независимо от вашего реального пола. Ну, здесь все замечательно. Поэтому вы стремитесь к лидерству, ответственности, новизне, социальной значимости. В любви вы цените разнообразие. Но жить предпочитаете с теми, кто будет хранить вам верность даже тогда, когда вы находитесь якобы в командировке. Вы боитесь предательств. И именно поэтому вы стараетесь связывать свою жизнь с теми, кто будет вам всегда верен. Может быть, согласны с этим? Да, согласен. Может быть, выбор с Олгой тоже из-за этого? Вы понимаете, что, в общем-то, она, вы ей нужны больше, чем она вам? Может быть? Наверное, наверное, такое может быть. Но если я начну об этом рассуждать и думать, то, скорее всего, у нас не будет скандал из-за этого. Нет, ну а зачем? Надо находиться в реальности, но при этом, если вам комфортно сейчас, комфортное отношение, ей комфортно. Ну, вы имеете полное право. Единственное, все-таки, ваши взаимоотношения, ваши, Ильи, отношения со своими родителями, они должны все-таки вас насторожить. Потому что, поверьте, мы не можем жить без прошлого. Вы живете только в настоящем, перечеркнув прошлое. А жизнь – это все-таки цепочка следов. Из прошлого в настоящее. Из настоящего в будущее. Поэтому, перечеркивая в прошлое, мы иногда можем не попасть в будущее. Но это так, к размышлению. Психологи обнаружили у молодых мужей и немолодых жен наиболее характерные черты характера. Заметьте, что это усредненные данные, и не обязательно они подходят к каждому, как вот, например, и как нашему герою. Тем не менее, полная неспособность закончить высшее и среднее образование. Частая смена места учебы или работы. Какой-то слишком судорожный поиск себя. И в этих поисках конфликт со всеми, с кем можно конфликтовать. И прежде всего, с родителями. Первые медовые года – яркая интимная жизнь. Молодой муж индуцирует партнершу, находящуюся на пике своей чувственности. И со своим влечением, и своим сексуальными способностями. Затем, к сожалению, приходит реальность. Как только проходит опьянение от счастья, он начинает замечать, что его жена не столь привлекательна, не столь стройна, не столь грациозна, как его сверстницы. Второе очень сильное – это давление и близких, и общества. Через 10 лет из 300 изученных семей с женой на 10 лет и более старше мужа семейную жизнь продолжили только чуть более 70. Остальные распались, сохраняя при этом дружеские и теплые отношения. Те же мужчины, которые продолжали совместную жизнь с гораздо более зрелой женой, демонстрировали профессиональный и образовательный рост. И главное, что при этом они были абсолютно счастливы. К нашему разговору на территорию нежности на тему неравный брак жена старше своего мужа присоединилась еще одна гостья. Эксперт – это первая сваха России, психолог Роза Сябитова. Здравствуйте, Роза. Здравствуйте. Я думаю, что вас наверняка узнали телезрители. Видим вас постоянно на экране. Именно поэтому, собственно, и пригласили вас сюда, потому что тема у нас сегодня о взаимоотношениях мужчины и женщины, даже не только мужчины и женщины, а о семейных взаимоотношениях, когда супруга старше своего мужа лет на 10 и больше. Кстати, это тенденция сейчас. Сейчас в Москве достаточно много таких браков. Как вы объясняете? Я, собственно говоря, из этой серии, я недавно вышла замуж. Мой муж младше меня на 9 лет. Так. Если говорить, ну я не знаю, потому что я не веду такую статистику, потому что я все-таки специалист немножечко такого узкого плана, мужчины, я специалист от момента знакомства до брака. Ну, пусть и от момента знакомства. Расскажите, как происходит все-таки, на ваш взгляд, портрет молодого мужчины, которому интересна женщина старше. Или такого нет? Или это случайность? Давайте в самом начале все-таки определимся, что мужчина, который младше жену на какое-то количество лет, это не патология, это нормально. Абсолютно.